Польша, например, перешла к третьему этапу снятия ограничений. В стране открываются рестораны, отели, некоторые производства. Больше всего заражения сразу почти 6 тысяч человек. Здесь обнаружено в селийском воеводстве. Очагом распространения COVID-19 стали угольные шахты. Коронавирусом заболело множество шахтеров. О ситуации в Польше узнаем из первых уст. Привет, Тюмень. Меня зовут Катерина. Вот уже 4 года, как я живу в Польше, в одном из красивейших ее городов в Гданске, расположенном на берегу Балтийского моря. Расскажу, как проходит у нас это непростое для мира время. В Польше карантин начался 12 марта. С тех пор мы прошли путь от максимальных ограничений, изоляции до подобия нормальной жизни. 6 мая у нас заработали в торговые центры, отели, библиотеки, детские сады. 18 мая кафе и рестораны. Но у них действует правило. Один человек на 4 квадратных метра, расстояние между столиками 2 метра. После каждого посетителя стол дезинфицируют, а персонал носит маску и перчатки. Открыли салоны красоты, но с соблюдением санитарных норм и приемом клиентов по предварительной записи. Разрешены кинотеатры под открытым небом, либо автомобильные. Разрешено проведение спортивных мероприятий на открытом пространстве и без зрителей. Ожидается, что 25 мая в школу будут начальные классы с 1 по 3. Все, что касается старших, в этом учебном году уже вряд ли. Везде, кроме леса, мы должны ходить в масках. Но, к сожалению, все чаще это правило не соблюдается, и люди маски носят на подбородке. Несмотря на все эти послабления, расслабляться пока рано. На днях в Коши было зафиксировано рекордное количество заболевших, большинство из которых пришлось на Селевский регион, где много шахт. Поэтому много заболевших среди шахтеров и членов их семей. Так что неоправданный оптимизм – плохой подход. Поэтому берегите себя, берегите своих близких, соблюдайте меры предосторожности. Я желаю, чтобы все это поскорее закончилось, и мы вновь могли путешествовать куда и когда захочется. Пока!